Субтитры сделал DimaTorzok В дремучих карпатских лесах Очень солнечно Я хотел поцеловаться с ним Но потом подумал, что это будет очень странно Нет, нет Всем привет, ребята Всем привет из дремучих карпатских лесов Но уверены ли вы в том, что Мы это мы А дремучие карпатские леса Дремучие карпатские леса Все верно, сегодня мы будем говорить о Дельта Грине И я вам всем советую Приготовить ваши шапочки из фольги Потому что мы будем Не уверены во всем, что мы говорим Будем подвергать вопросу Но это уже совсем другая история Питя, давай Всем привет, ребята Давай пройдемся по новостям, Сань Давай для начала мы скажем спасибо за эти офигенные игрушки О, я Абракса сюда причитаю А, у Яра упала шапка Нет, нет Нам прислали сюда на студию По адресу, который у нас на Твиче висит Подарки Первым же делом этот пледик И куча Он такой мягкий И куча, куча маленьких игрушек Которые отображают наших героев с Эноа Да, это Ияр, например Моя любимая фигурка И у них есть куча, кстати, этих Ну, Лук Упал, к сожалению Я потом его поставлю У него есть топор Да, они как Джо и Джоу То есть у них action figures И им можно менять оружие в руках Их можно одевать, раздевать Самое главное, что у всех почти есть трусы Почти у всех Почти у всех Угадай тех, у кого нет трусов Из всех героев нынешней компании У того, кто носит сапоги Ладно Короче, спасибо тебе, Мария Спасибо огромное Нам наш в Калифорнию прилетел Это посылочка И она офигенная Она будет тут у нас У нас Как это? Прям, не знаю Тепло Тепло, да Мне кажется, очень мило Ладно, невероятно мило Спасибо еще раз огромное Спасибо огромное Ладно, новости, новости и новости В последнее время у меня такое ощущение Что мы Надо как-то Знаешь, когда-то было По-моему, на украинском телевидении 1 плюс 1 Было когда-то позитивнее новины Я серьезно Не помню По-моему, было такое Потому что какое-то время Или наоборот Негативные Как-то что-то И мне кажется Что мы в последнее время Очень много каких-то Негативных новостей Ну, не можем ничего сделать с этим К сожалению Толсориан Или не к сожалению Сказал, что Cyberpunk Red Красный Красный Пока что Отодвигается На Неопределенный Срок По Изданию А его надо было Они должны были в этот срок? Может из-за карантина? Да То есть они Ждут того момента Когда все встанет на свои места Для того, чтобы издать игру Ходят слухи о том Что-то произойдет В конце лета Но А знаешь что? А у меня есть такая У меня есть Такая мысля Что может никогда не придет это время Потому что Игра не будет Ну В любом случае Мы посмотрим Посмотрим Интересно Не, мне на самом деле Интересно Изменится ли как-то Игра После Квикстарта Которая вышла Раньше Немножечко А мы Да, мы видели Мы его да Мы по нем рассказывали Даже Дело в том, что Честно сказать Там есть классные изменения В плане механики Которые Ну делают игру Немножечко приятнее Ну чем Оригинальный Да Да Но в то же время Есть и много вещей Которые Ну не знаю В общем И мне интересно Как будет выглядеть Конечный продукт Изменится ли она По сравнению С Я правильно помню Что Ред Он будет базироваться На тех же правилах Как вышел сейчас Вичер На русской локализации Это что-то одинаковое Ну на самом деле Нет То есть Ну да Да Потому что Вичер базируется На правилах Киберпанк 22 Ну как бы На интерлоке Он базируется Если уж быть Совсем откровенным Да То Киберпанк Ред Он тоже Как бы На интерлоке Базируется Они все Чуть-чуть Где-то там Отличаются Я так подозреваю Что вечер Это был Что-то такое Переходное Звено Между Знаешь Старой механикой Чуть Поновей Ну Да Старфайндер 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 2 Старфайндер 2 Как Старфайндер Для Старфайндера 2 Был Да Все верно Да Согласен У меня Вот На эту новость Мне всегда хочется Одеть Какой-то Вот прям Такой Длинный Парик Какой-то Одеть Такую Потому что Идет речь о том Что мы На прошлом выпуске По-моему Или позапрошлом Сказали Что Майк Берлз Куда-то пропал Пропал И сказали Что он больше Не занимается Игрой Денженс и Драгонс Он остался При бренде То есть он остался При Визерс и Де Кост Но игрой Уже не занимается И вот На этой неделе Приходит новость О том Что он вновь Возвращается К работе На Денженс и Драгонс И будет Как бы полноценно Заниматься игрой Наконец-то Но Не тут-то было Не тут-то было Выстрел в спину Или Или не в спину Я не знаю Или в лицо Или Скандал Который в прошлом году Произошел С Заком Да С Заком Смитом Как-то Каким-то Боком Обернулось Что Майк Берлз Как-то Был Причастен Причастен Как-то уже Совсем косвенно И К сожалению Твиттер Такое Не прощает Вовсе не прощает И Твиттер помнит Твиттер помнит И Майк Мерлз Я не знаю Его сейчас Ну как бы Его анонснули И на следующий день Пошла волна Того Что Его нужно Уволить И там Люди пишут Так Ну Мы не хотим Влазить Просто иногда Я так вот Без контекста Вытянет Некоторые сообщения Которые пишут Люди там пишут Мы должны Спалить Визорс 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 Я больше Ваши книги Никогда Не куплю Ну в общем Кому интересно Загуглите Хэштег Твиттере FireMikeMorals И прочитайте Очень много Всего интересного И очень много Интересных Мнений От разных людей Которые Варьируются От полного Полнейшего Абсурда Сказать по правде И заканчивая То есть Какими-то Абсолютно Странными вещами Так что Ну я не знаю Мне кажется Что Чтоб все понимали Да В прошлом году Был скандал С Заком Смитом Который оказался Нехорошим человеком По заявлению Некоторых Других людей И большинство Как бы Активных Сообщества Активного Ролевого Сообщества Твиттер Сообщества Конечно же Встало На сторону Тех людей Которые Обвинили Зака В том Что он Оказывается Плохой человек И началась Своеобразная Охота На ведьм То же самое Что происходило С Кевеном Спейси И многими Другими Голливудскими Похожие Похожие Истории Все Вот То есть Обвинение Во всяких Плохих Вещах Оно Очень Бурно Бурно Там Пенилось Некоторое Долгое Время Вот И вроде Как улеглось Но Оказывается Что Майк Мерлс Он каким-то Боком Поддерживал В 2014 Году Он написал Пост Где-то Что-то Когда-то Короче Да Он где-то Там Что-то Поддерживал Зака И Опять Вспомнили О том Что Зак Был одним Из Плейтестеров Пятой Редакции Dungeons and Dragons Ты уже Вычеркнул Я еще Не вычеркнул Забываю Постоянно Вычеркнуть Я просто Знаешь Я хочу Вычеркнуть Но я Подхожу К книге И боюсь В руки Брать Потому что Там его Имя Написано Классного На самом деле Я ее писал Когда-то В твиттере Не знаю Может Что-то Именно По правилам И по вариативности Например Такие Как Добавлять Урон От ловкости Или Не Добавлять Урон От ловкости То есть Играть Только Как Сила Добавляла Только Урон А ловкость Не Добавляла Да У него Очень Классные Были Мысли В плане Геймдизайна Короче Я не знаю Чем это Дальше Будет Оборачиваться Но Я понимаю То есть Люди Разные Бывают И люди Могут Разные Вещи Делать Разные Поступки Совершать Но Мне кажется Самое Главное В том Чтобы Оставаться Людьми Это Умение Как бы Находить Компромисс И Не знаю Как-то Меняться И прощать Но Видимо Не в Наше Поколение Ладно Дальше В прошлом Году Был Очень Классный Большой Live Ивент И Я так Понимаю Что Wizards Of The Coast Уже С прошлого Года Начали Сильно Понимать Что Live Ивенты Это Для них Все Для того Чтобы Брендить В прошлом Году Это Было Descent To Avernus Это Огромные Игры Live Игры Были Они Презентовали Свой Продукт А И В позапрошлом Тоже Было Тум Не Был Настолько Серьезный И В этом Году Он Тоже Происходит Он Семнадцатого До Двадцатого Июня Называется Roll With Advantage И Это Будет Live Игры Со Звездами Я Подозреваю Что Это Будет Такой Же Формат Как Был В прошлый Раз Только Я Думаю Что Это Будет Онлайн Да В этот Раз Это Онлайн Генкон Отменили Да Его Полностью Отменили Я Подозреваю Что Такие Вещи Как Roll With Advantage Они Сейчас Станут Намного Популярнее Это Для Визарда Я Подозреваю Что Это Сейчас Очень Такой Большой Способ Единственный Большой Способ Как То Громко Рассказать О чем То Так Что Будет Проходить Вот Этот Большой Ивент На котором Нам Обещают Новый Сеттинг И Новый Storyline Анонсировать Анонсировать Я Так Подозреваю Что С Намеков Которых С Маленького Мерча Которые Какие-то Картинки Которые Уже Сплыли В интернете Что Мы Вполне Возможно Получим Или Приключения Или Какой-то Гайд По Icewind Dale Да Ну На это Намекают Некоторые Вещи Но Пока Что Конечно Нет Каких-то Конкретных Фактов Но Icewind Dale У меня В моем Сердечке Он Знаешь Это Мой Гилти Плэжер Когда Ты Был Подростками Читал Книги Про Темного Эльфа Там же Начинается В Icewind Dale Он выбирается На поверхность Какая-то Третья Как это Говорит На Элвуку Он не там Разве? Нет Сначала Он выбирается Короче Они там Долго Тусят В Icewind Dale Они долго Тусят В Icewind Dale С этим Бройнором И Кэти Бри И Я забыл Как звали Варвара В общем Кого-то На самом деле На этом Ивенте Будет Дэвид Харбор Который Звезда Из Который Сыграл Хэллбоя Да Который Сыграл Хэллбоя Который Играл Всем полюбившегося Шерифа В В этом В Stranger Things В Очень Странных Делах В Очень Странных Делах Так что Увидим его За столом Тоже Дэбро Уже есть Такие Которые Знаешь Да И тот Парень Который Играл Шаги В Скуби-ду Он вообще При делах Как его зовут Я забываю Я не знаю Но я его знаю Как его Фирма Называется Birds And Grims Которые Luxury Сеты Для каждого Сеттинга Делают Они же Делают Коробки Целые Которые Если Там Например Приключение Есть Какое-то Дэндэш В этой Коробке Будут Все Миниатюрки Под Это Приключение То есть Такое Типа Прям Они стоят По 700 Долларов Дальше У нас Кубикл 7 Выпустили Первое Ну точнее Первое Короче Они выпустили Бесплатное Приключение Для Warhammer 40 1000 Resident Glory Новой игры Которую Они издают Сейчас По Warhammer 40 1000 Само Приключение Очень простенькое Бесплатно Можно забрать С сайта Кубикл 7 Это Приключение Которое Нам расскажет Оно Называется Graveyard Shift Это Смена На кладбище Можно перевести Как-то так Оно Нам расскажет О Это Фразеологизм В английском Это означает Длинная смена Ну да Я знаю Да Буквальный перевод Я думаю Это игра слов Да Это игра слов Потому что Само приключение Нам расскажет Оно Для Начинающей Партии Оно нам расскажет О группе Людей Которых Отправляют На задание От Инквизитора Их задача Отыскать Древний артефакт Ксенотехнологический Артефакт На планете Кладбище То есть Это планета Целая мир Кладбище На котором Да На котором Находится Да Поэтому Видишь Тут как бы Все-таки Есть Игра слов Да Этот артефакт Им необходимо Отыскать Там есть город Там Это вообще Такой детективный Сценарий Ну конечно же Там будет Боевка Куда же без нее Я его почитал Сегодня утром Вполне бодренько Прикольно Так что Советую Это сорокашник Да Да Я советую Бегать Забрать Приключенец Да И в принципе Если вы вводите По тому же Дарк Хереси И не хотите Переходить На Рассен Глори То можно взять Тоже приключение И использовать Вполне Вполне Бодренькое Веселое приключение Так что Бегите На сайт Кубикл 7 За ПДф На кикстартере Нынче Всегда Мы пробуем Найти Такое Бодренькое И Ну Трудванг Адвенчурс Да Трудванг Адвенчурс Не могли нас обойти Это Уже Классический Сеттинг Который Выходил Я так понимаю По своим Правилам Да Это очень Старый Это очень Старый Сеттинг Очень Старая Игра На самом деле И сейчас Я адаптирую Под 5e Ну Думаю Это Любому Кто Смотрит Понимает Что Одна Из самых Таких Прям Искринок Этого Это То Что Насколько Вложено Денег Или Хороших Контактов То Милл Зром Из Испании Он там Прям В этом Проекте По уши Сейчас Так что Книга Визуально Будет выглядеть Офигенно Да Выглядит Очень Красиво Кто Не в курсе Что это Такое Это Такое Скажем Кельтско То есть Это Фэнтезийный Сеттинг Который Замешан На Кельтской Мифологии Скандинавской Мифологии То есть Если вам Знакомы Такие Названия Как Старшая Младшая Эда Колевала Ольстерский Цикл И подобные вещи Беовульф Конечно же То Вы будете Чувствовать себя Как дома В этом Сеттинге У нас Тут Тролли У нас Тут Дворфы У нас Тут Эльфы Но Все С Таким Нордическим Нордическим Оттенком Нордическим Твистом Эльфы Они Тут Скорее Альфы Наверное Можно их Правильно Так Назвать Они Более Такие Нелюдимые Совсем Чуждые И Не похожи На людей Дворфы Они Маленькие Такие Носатые Огромные Куда больше Похожи На каких-нибудь Нибелунгов Или Опять же Что-нибудь В этом духе Или На каких-нибудь Свергов Из Мифологии Оно Все Очень Знаешь Вот Я не люблю Вот такие Приторные Стандартные Нордические Сеттинги Я Номер один Из этих Знаешь Вот есть Вот эти Сеттинги В которых Викинги В рогатых Шлемах Вот Вот это Чепуха Не люблю Но тут Оно Настолько Нордическое Что Оно Тру 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 Нордическое Да Да Поэтому Оно Очень приятно На самом деле Смотрится Арт Невероятно Красивый Там Две книги Будет Будет Сеттинг Компанион И будет Hero Компанион Понятное дело Что В этом Hero Компанионе Будет Большое Количество Новых Классов Субклассов Заклинаний Подобных Вещей Там Я точно Помню Там Три Будет Класса Один Из них Называется Витнер Вивер Это Что-то Вроде Волшебника Второй Это Дим Уокер Это Жрец Если я Не ошибаюсь И Последний Это Будет Мисс Спиннер Это Барт Так что Это Все В комплекте Можно взять За 500 Шведских Крон Что Около 50 Долларов Да Так что Выглядит Очень круто Так что Ребята Кто Тащится По Нордическим Нордическим Скандинавским Кельтским Сеттингом Но Потрушным 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 Ребята Не по Вагнеровским Шлемам Да Не по Рогатым Шлемам Я Очень Советую Сбегать Взять Кроме Того Там На Кикстарте Даже Есть Если Я Не Это Было Все Продумано Вы Сыграли В Дельту И Долго Так Ждали Для Чего То Сами Подумайте Для Чего Так Строите Свои Догадки Строите Догадки Да Окей Дельта Грин Дельта Лавкрафт Икс Файлы Что Это Такое Что Что Ты Есть Что Такое Дельта Грин Да Давай Начнем С самого Начала Во-первых Нужно Начать С того Что Дельта Грин Как Игра Как Сеттинг И Понятие Появилось В середине 90-х И Это Была Очень Богатая Почва Для Подобных Игр Потому Что Это Время Когда По Телевидению Вовсю Крутят Секретные Материалы И Практически Везде В западном Мире Царит Вот Эта Атмосфера Недоверия К Правительству Окей То есть Это Была Очень Характерная В то Время Такая Фишка И Ну Понятное Дело Что Это Была Очень Прям Прям Просилась Такая Благодатная Почва Для Того Чтобы Выпустить Какую-то Игру Которая Бы Рассказывала Нам О Правительственных Заговорах О Пришельцах О Чем-то Паранормальном С чем Сталкиваются Представители Спецслужб Потому Что Если Подумать ЦРУ И так Далее Не знать Об этом Всем Понятно Поэтому В то Время Появилась Дельта Грин Лучшее Время Для Этой Игры Пожалуй Дельта Грин Изначально Был Сурсбуком Для Ко 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 Начало Двадцатого Века Современность В девяностые И Сама Игра Рассказывала Нам Как Я уже Оговорился Вначале О Представителях Спецслужб Которые Сталкиваются С Изнанкой Нашего Мира С паранормальными Явлениями Древними Богами Хтоническими Сущностями Культистами И Чем-то Знаешь Издалека Из других Миров Что Не Может Познать Обычный Человек В своем Понимании Короче Не может Прожить Тысячи Жить Короче Содержать Себя В себе Я понял Да Так что Эта игра Появилась В то время Вышло Большое Количество Дополнений Вышло Большое Количество Книг В какой-то Момент Издатель Самой Игры Это Арк Дрим Паблишинг Начали Даже Выпускать Художественную Литературу По Дельте Настолько Она стала Популярной И Совсем Недавно Если я не ошибаюсь 2018 Или 2017 Год Выходит Да Выходит Дельта Грин Современная Дельта Грин В тот момент Игра В момент своего Выхода Получила Огромное Количество Премий Номинаций На Эннис Они получили Кучу Наград И Есть за что Скажу честно Потому что Мы с тобой Листали книжечки Даже с точки зрения Просто Внешнего вида Выглядит Очень красиво Очень вкусно Мне повезло Урвать Немножечко дешевле Вот этот Слипкейс С двумя книгами Слипкейс Что мне нравится Он К сожалению Этого не видно Но Он Выдавлен Гофрированный Да То есть Тут есть рельеф И оно Как Египетские Какие-то А мне кажется Что-то Напоминает Знаешь что С пятого элемента Да Да Ну оно явно Вдохновлено Египетскими письменами Какими-то Но Прям Выглядит Очень классно И там Содержатся Две книжечки Которая Основная Которая Необходима Для игры Это Книга игрока Так назовем ее Вторая Это книга Куратора Можно так называть Что мне нравится Чем они отличаются Что в них разного Книга игрока Она содержит Всю необходимую Информацию О Правилах Игры И о том Как создать себе Персонажа Инвентарь И рассказывает Сейчас Сейчас до этого Дойду Всю подноготную Вот Спецслужбу Западную Западную Да-да-да И Что Что тут очень круто Это то что В этой книге Нет никаких Намеков То есть Есть намеки Но нет никаких Деталей Про то С чем столкнуться Персонажа Они дают Не больше того Что будет знать Обычный человек Они как бы Готовят тебя К тому С чем ты Столкнешься Здесь Тут есть Очень интересная штука На обратной стороне Написано На книге игрока Написано Добро пожаловать В апокалипсис А на книге Куратора Написано Ты есть Апокалипсис Интересный Интересный Более того Главный Персонаж Который есть На обложке Книги игрока Это тот же персонаж Который встречается Нам на обложке Книги Куратора Но явно С ним что-то Произошло Он что-то познал Он стал каким-то Культистом Вырезал себе Третий глаз На лбу И сошел с ума И это игра Об этом Сейчас многие скажут Так, стоп Подождите А в чем отличие От Колов Ктулху И зачем нам Играть в Дельту Если можно играть В Колов Ктулху Опять же Как мы с тобой говорили Колов Ктулху Подразумевает Несколько другой Режим игры Колов Ктулху Все же пытается Имитировать Ту Ту идею Которая была Во многом заложена В произведение Лавкерта Да Это короткие рассказы В течение которых Простые Обыватели Художники Писатели Или журналисты Сталкиваются С чем-то Неестественным И начинают Вести свое расследование В результате которого Открывают Для себя Понимание Вселенной И своей ничтожности По сравнению С масштабами Космических угроз Чаще всего Сходят с ума Или погибают Или пропадают Без вести И все такое И конец Да, и конец И это происходит Очень быстро То есть в конце Происходит мгновенное Раскрытие И на этом Как бы кульминация Конец Дельта Она другая Дельта Рассказывает нам Во-первых Вы не художники Вы не писатели Журналисты Вы Спецагенты Да, вы спецагенты Вы представители спецслужб У вас есть Значок Который Дает вам Огромные Привилегии Во всем У вас У вас есть Оружие У вас Бронежилеты У вас Рации У вас Есть Ресурсы Спецслужб Но Эта игра Сразу же В лоб Нам говорит Ребята Да, это все У вас есть Но Все проблемы Нельзя Забросать Пулями Гранатами Сбросить на них Там, не знаю Бомбы с дронов И тому подобные вещи То есть Да, это оружие Есть Но оно вам Не поможет Ты сказал Очень классную фразу Вначале Мы обсуждали эту игру О том, что Вся Дальта Грин Это не в том Чтобы спасти мир А чтобы выиграть Еще один день Перед тем Как все закончится Да И в итоге Нам получают Игра Она Обычных Людях Опять же Обычных Людях У которых Есть больше Привилегий Но это Еще больше Мне кажется Усиливает Вот это Понимание Безнадеги Что ты Не какой-то Там писатель Который Ничего не может Ты У тебя есть ресурсы Когда все есть Но ты Все равно Ничего не можешь Сделать Но Эта игра Как раз От тех Кто пытается Делать что-то Несмотря на то Что война Проиграна По сути Но они пытаются Выиграть Еще один день И Эта игра Она более тягучая Она предполагает Что вам придется Жертвовать Тем Что есть вокруг Обычных людей Вокруг обычных Персонажей Их семьи Их То что Ценно для них То что Держит их В обычной жизни И балансировать На грани С вот тем безумием С которыми они сталкиваются На работе И в какой-то момент Терять это все Из-за желания Все-таки идти дальше И стараться Ради других Игромеханические Мы обсуждали о том Что у тебя Меняются ценности Твои якори То есть Твоя семья Она постепенно Может пропадать И твои коллеги Стают твоими якорями То есть Ты уходишь С этого мира И начинаешь Только работать Вот с этой Одной целью Которую Ты смотришь Да Механически Игра По сути Очень похожа На Коул Ктулху Но Со своим Опять же Твистом Есть некоторые Изменения Например Это Roll Under Тоже Да Это тоже Д100 Roll Under То есть Нам нужно Выкинуть Меньше Или равно Чем значение Навыка Для того Чтобы у нас Что-то получилось У нас есть Наши стандартные Характеристики Из которых Убрали Education И Size Которые есть В Коул Ктулху Вот И Что интересно Что ваши Характеристики И ваши навыки Не связаны Между собой То есть Они оторваны Отдельно И ваши Характеристики Это скорее Их используют Как Спас-броски В ДНД То есть Когда На тебя Что-то Воздействует И ты должен Как-то Противостоять Да Чтобы не сойти С ума Ты бросаешь Одно Чтобы Выдержать Влияние Каких-нибудь Наркотиков Или препаратов Которые тебе ввели Ты бросаешь Другую характеристику Стойкость И так далее Я понял А навыки Это уже Наш способ Взаимодействовать С игровым миром Когда мы создаем Себе персонажа Мы выбираем Один из Темплейтов То есть Грубо говоря Темплейтов Представителей Разных Спецслужб И разных Специальностей В этих спецслужбах И они нам дают Просто какой-то Стартовый набор Навыков Плюс Там базовый набор Который Идет По дефолту То есть Там штука в том Что Многие навыки Они не начинаются С нуля У них уже есть Какое-то базовое значение Там 10% 5% Что-то Что-то Ты в них Доумеешь Это Это Очень Как-то Basic Отголоски Отголоски От basic Ну и Да Криты Там очень простые Если у вас Выпало Там 33 22 11 И так далее И так далее У вас крит Если это меньше Чем нужное значение То это Успешный крит Если больше То это Крит Провал Игра Очень летальная То есть У каждого Очень Большинства Видов оружия Есть Параметр Летальности К примеру Там У гранатомета Нет вообще Значения урона Есть только Параметр летальности Он там 30% Это значит Что если вы попали По противнику И Вы выбросили Меньше 30% На урон Ну то есть На летальность Вы его убиваете Все Ваншот До побачения Короче Точно так же С любым другим оружием Например Со штурмовыми винтовками У него есть показатель летальности Вы бросаете Показатель летальности Если выпало Меньше чем нужно Значит Вы его убили сразу Ну Не знаю То есть Я присутствовал На игре По Дельта Грин И потом Ребята там Доиграли уже Вторую партию Когда мы играли Мне кажется Что Пистолеты Стрелялки Дельта Грине Они уместны До какого-то момента Мне кажется Что Для этой игры Чтобы начать играть Нужно очень хорошо Понимать По что вы хотите Играть И Эта Вязкость Которая Происходит На игре Ее нужно Чтобы все Понимали Потому что Без того Может быть Кому-то Непонятно Зачем Это То есть Может даже Показаться Что Это Скучно То есть Это точно Так же Как Любить Такие Фильмы Да То есть Кому-то Нравится Кому-то Не нравится И мне кажется Дельта Грин Как раз Подходит Именно К этому Разъяснению Медленному Прояснению Которое 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 Тебе Больше Пугает Я Домой Шел В ту ночь Не было Весен Червяки Не зовет Я скажу Что Наверное Есть Понятно Что в Дельту Можно играть По-разному В моем Понимании Это Настоящий Детектив Первый сезон Кто смотрел Тот поймет Вот он Тягучий Он давит Он Он постепенно Неспешно Раскрывает Какие-то вещи Какое-то Делает Открытие Для персонажей Да И ведет их дальше По Детективной Линии Но он не столько О самом детективе Сколько он О персонажах Что самое основное И вот Об их отношениях Об их Химии Друг с другом Страха Да Страхах Да Об этих вещах Об их мотивациях И тому подобных вещах Но Точно так же Дельту можно сыграть Я думаю Вполне Можно сыграть В боевой сценарий Если вы все возьмете себе Темплейты К примеру Каких-нибудь спецназовцев Да Вы можете играть В какую-то команду зачистки Вы можете играть В что-то более динамичное Вы можете играть Все учеными И вообще не сталкиваться С боевыми Какими-то составляющими То есть Режимы игры У Дельты Очень разные Каждый Я думаю Найдет себе Что-то подходящее Кидать на проверке Протеин Да-да-да Тестировать Протеин Еще одна интересная вещь Что мне понравилось Это Ну опять же Это очень Я думаю Многим будет интересно И вообще Интересная чтива И то, как оно подано В книгах Оно классно читается Поскольку Игра нам Рассказывает О представителях Спецслужб И Ну в эту игру Понятно Играют по всему миру И То есть Не все знают О том Как устроены Спецслужбы И какие между ними Взаимоотношения Подковерная игра Происходит И Эта книга Это настоящая Энциклопедия Где очень Коротко Четко И ясно Рассказывается Про каждое Вот ведомство Про Каждое Спецотдело Которое есть В этом ведомстве К примеру Ты знал Что у Службы Которая занимается Охраной природы И борьбой С браконьерством Тоже есть Какой-то спецотряд С пушками И бронежилетами Ничего себе Вот так вот Это все там есть Это прям Энциклопедия Вот этих Сокращений Окей Все что Вы Все что Вам Все Все что Вы Все что Вы слышали Где-то Какие-то сокращения Оно тут все есть CDC DA И тому подобные вещи CIA FBI Все тут есть Есть не только Спецслужбы Есть разные Группировки Есть разные ветви Армии То есть не армии А вооруженных сил США То есть Морская пехота Бандиты Да Есть бандиты Всяческие Есть аналоги Дельты То есть Самоорганизации Например Есть ГРУ СВ-8 Как следует Из названия Главное разведывательное управление Есть британская Какая-то служба Есть канадская служба То есть очень много Рассказано не только Про американские Спецслужбы Но и про взаимодействие С другими Какими-то организациями Очень интересно Да То что мы видели Там про братву Есть Про всяческую Мафию И тому подобные вещи Как они Взаимодействуют С спецназом Интересная вещь Там было еще Классное Есть по-моему В книге Для куратора Есть Некоторые Такие Фан-факты Про Разные народности Что должны Какие есть Общие Какие-то Знаешь Как это даже сказать Общее понимание Для всех этих Служб Что они Вот у нас есть Какое-то понятие Про какую-то народность А что думают они Типа Откуда они взялись Да То есть разные точки зрения На одну ту же вещь То есть интересно Здесь у нас Очень много информации Конечно же Про Это Компостная яма Всех Лавкрафтианских Каких-то Мифов Хорроров Монстров Ужасов Тому подобных вещей Перемешана С Городскими легендами Современной Мифологией Мифологией Вот этих Теорий Заговоров И тому подобное Все Там есть все Очень много Разных вещей Есть монстры Есть существа С которыми Вы можете столкнуться Есть Очень классные Зацепки Для приключений Есть Идеи Для Каких-то Заговоров И каких-то Страшных вещей Которые могут С вами Произойти Очень много Всего Есть информация Про Сакральные Сокрытые Знания Про Источники Этих знаний Про то Как Как вы можете Сойти с ума Если вы Ознакомитесь С ними Короче Я уверен Что есть Какая-то Я просто Все не видел Я уверен Что есть Какая-то Там Не знаю Подвал Ватикана Где что-то Лежит Что если ты Откроешь Оно тебе Выжжет глаза Ну короче Это Все вещи Все тропы Которые Я могу Видеть Знаешь В этом Общем Глобальном Как-то Энциклопедия Всех заговоров Которые Могут быть Они Тут Да То есть Тут столько всего Тут есть Кабалы магов Которые называются Фейт Кстати Есть Каратехи Каратехи Это Бежавшие Нацисты Которые Устраивают Какую-то Кровавую магию В джунглях Амазонки И вызывают Какую-то Гипергеометрическую Магию Из глубин космоса Короче Это 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 очень круто Мне очень Это все нравится То есть Я Пожалуй Это одно из моих Любимейших Приобретений Честно сказать И Еще Еще Очень Классная Штука Последняя Которую Расскажу Правда Это Давай А то У меня Это Я уже Начинаю Бояться Что Скоро Зайдут 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 К нам Они уже Слышат Да Они уже Нас Слышат Короче говоря Как Как Можно играть В Спецслужбы Если Здесь Если Там Нет Бюрократической Тагомотины Эта книга Рассказывает Очень Круто Как Как Добавить Всю эту Бюрократию И Сделать Ее Частью Игры Как Вам Приходится Выбивать Ресурсы Когда Нет Финансирования Обманывать Как То Выманивать Эти Ресурсы Давать Взятки Как Прикрывать Свои Хвосты И тому Подобные Вещи Очень Круто Так Что Если Вы Хотите Поиграть В Спецслужбы Которые Сталкиваются Со Сверхъестественным Паранормальным Пришельцами Необъяснимыми Явлениями Заговорами Технотриллеры И тому Подобные Вещи Дельта Для вас Рекомендую От всего Сердца Кто Хочет Увидеть Пример Игры У нас На канале Есть Двухсерийный Эпизод По Приключению Конвергенция Можно Посмотреть Как мы Играли В Дельту Так Что Всем советую Скажу Честно Это Прям Вот тут У меня Это очень Классно Мне кажется Что Оно Одно Если Вы Это Туда Куда Можно Абсолютно Абсолютно Окей Да Ну что ж Ребят Мы поговорили Про Дельту А пока что Пока мы тут Еще тусим Пока у нас Еще немножечко Времени Мы поотвечаем На ваши Вопросы И на ваши Сообщения В нашем Чатике И да Кто не понял Это живой Эфир Мы сидим Прямо здесь В студии И болтаем С вами Так что Можете Смело Задавать вопросы Да Сейчас Я сам Себя Начну Слышать Этот Вот Пару Новостей Первым же Делом Мы вернулись Обратно К нашей К нашему Эфиру ПНО По истории Огней Так что Всем Всех Мы С радостью Хотим Увидеть Во вторник Восемь Вечера Кроме того Кто следит За Развитием Уже Длинным Развитием Того Чтоб Что-то Было Пану По Сеттингу Со Следующей Неделя Начнется Мы Объявим Уже В понедельник Что Через Неделю Мы Начинаем Недели Но В следующей Неделю Будем Набирать Мастеров И людей Которые Хотят Вводить Плейтестовые Материалы Которыми Я буду Сидеть Там У нас В дискорде Обсуждать Вещи Все есть На русском Языке Почти Все Можно будет И туда Поиграть Нет Мяс нет Мяс нет В смысле Ты Так во вторник Да И мы Попробуем Все Все эти Вещи Обкатать Очень Буду Рад Всей Критике Как Это Критической Критике Критической Критической Критике Это Для меня Очень Важно Потому Что Я Сидел Пока Что Своих Четырех Стенах И Это Все Писал Так Что Жду Вас Всех Если Вы Посмотрите Этот Эфир И Еще Не Записались Приходите К нам На Дискорд Обязательно И В данный Момент На Сайте Я Выставил Короткий Рассказ Короткий Рассказ Что Означает Что Это Конец Рассказ Я Видел Что Многие Писали Что Если Вторая Глава У меня Это Было Зарисовка Я Виталию Написал Что Я Такую Книгу Почитал Так Дима Один Будете Либо Играть В сеттинге Дельта Грин И все Подобные Вопросы Будем 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 Да Мы Будем Играть Еще В сеттинге Дельта Грин Как Я Обещал Будет И Приквел И Сиквел Так Все Будет Обязательно Так Вот Сет 4 С 0 Извини Наверное Неправильно Читаю Сечко Сечко Спасибо за И кровавых Ублюдков Ребята Очень круто Спасибо Стоит ли ждать Еще Третью Масштабную Компанию Не от Виталия И Саши Это вопрос Ребята Не к нам Это вопрос К Остальным Ребятам С канала Я думаю Если кто-то Захочет Вводить Такую Компанию То почему Нет В общем У нас Есть Можно Сказать Масштабная Компания По детям и Роботам Которые Вводит Даша Уже Полгода Ну да Было только Две игры Ну да Так Я вижу Aviana 98 Посоветуйте Приключения По Дельтагрин Очень советую Конвергенцию Которую мы Играли у нас На На живом Эфире Но Ну нужно Понимать Что то Как мы Играли ее На стриме Оно не Получится Точно так же Как у вас Не получится Точно так же То есть Смело берите Там много чего Было переработано Для игры Так что смело Берите Там спойлеров Не будет Я думаю Или могу еще Порекомендовать Как это называется По моему Night Force Есть приключения И есть Poker Night Если я не ошибаюсь Очень классное Приключение Антон Блейк 7777 Спрашивает Классный вопрос Скажите Когда вы ведете Там компанию По Денде Или по маскараду Вампиров Вы еще берете Где-то вдохновение Например Из книг Фильмов Или еще Из чего-то Для создания Определенных локаций Ситуации NPC персонажей Или есть Только книга Для гэма И это Вполне хватает И спасибо За ваше видео По ролевым Помогает вести Компании С друзьями Более интересно И да Когда мы увидим Кавалерию И опробуем ее Возможности Давай сначала С первой части Давай, да Важная вещь Ты тоже Конечно Я думаю Что все наши Игры И ваши Должны быть Они должны быть Чуть-чуть Каким-то Откровением Ваших Ну вашим Ну то есть Ваша жизнь Провела вас Через сколько всего Через фильмы Книги Игры И это все У вас налепилось В голове Какие-то образы Может вы Шли вчера Домой И возле Местной Наливайки Лежал алкаш Который очень Ну прям Очень харизматичный Ну прям Вот в городе Он известный У нас есть такой чувак White Snake Да, мы так его называем Не только Весь город Он сам себя так называет Без разницы Он сумасшедший White Snake Да, он реально сумасшедший И он Он невероятно Иногда может быть Харизматичным Я думаю Что много Многие люди Я не знаю Я не говорю о том Что кто-то из нас Брал это Но это например Один из очень хороших Примеров того Чтобы найти себе NPC Увидел его Ты уже Прочувствовал То есть Книга игрока Это И гема Это все Лишь такие Образные вещи Которые могут Натолкнуть на тебя Используйте Ваш Да Да, я согласен От себя Добавлю Что Я Кстати Думаю Сделать небольшую Заметочку На сайте В блоге Об этом У меня часто Я видел комментарии Я отвечал на комментарии О том Как То есть Есть ли у меня Какое-то вдохновение Для игр Откуда я его беру В частности Для кровавых ублюдков Например Дело в том Что Да, ну Наверняка То есть Как Виталий сказал Все через Что мы проходим Все на что мы смотрим Оно откладывается У нас в голове И Очень часто Когда я готовлюсь К какой-нибудь игре Я Предварительно То есть Я когда Например Готовился К третьему Сезону Убудков Я просто Поглощал Какой-то Ну Какой-то Контент Который Так или иначе Связан с тем Настроением Который Я хочу То есть Это И комиксы О там Проповедник Да И там Сериалы Какие-нибудь И там Кино То есть Я просто Смотрю эти вещи Чтобы насытиться Этим настроением И оно Откладывается Лично у меня Я думаю У нас у всех Откладывается Где-то на подкорке Я называю это Компостной ямой Куда это все Складывается Бродит 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 Там И Когда вы Играете Когда вы Ведете Игру Импровизируете Вот эти Идеи Эти настроения Они Рождаются Из этой Компостной ямы Появляются Сами по себе В нужный момент Мне кажется Они просто Приходят Все что вы Видели Все на что Вы смотрели Музыка Люди Которых Вы встречаете Кино Которое Вы смотрите Книги Которые Вы читаете Оно Выстреливает Оно Приходит Само По себе То есть Не нужно Специально Пытаться Что-то Повторять Потому что Так не получится Не нужно Специально Брать Сцены Из фильмов Или персонажей Из фильмов Потому что Так не получится Получится Иначе И получится По вашему И вот Я думаю Вот это Самое важное Тут есть Два таких Комбо вопросов Которые Короткие Можно ответить Привет Если уже Точные даты По Костикону Ужасно Хочу попасть Только как Государство Где мы живем Скажет что-то О регуляциях Мы сразу Повестим вас Про даты Сразу Да Я еще добавлю Что тут не только Зависит Государство Еще зависит От Вообще От того Насколько Будут открыты Границы Границы Гости Из других Стран тоже Едут И мы бы хотели Чтоб все Попали Потом Происходят Изнамения Каждую серию Должны были бы Но иногда Мы забываем Игромеханически Хотелось бы Чтоб это было Каждую серию Ну может По-другому Будет ли Скелетная пехота Может быть Еще раз Будет Да Так Зеварикус Что лучше Hunter the Vigil Или Delta Green Я бы сказал Что Hunter И Delta Очень разные По настроению Игры То есть В Hunter Тоже можно играть Как в Delta Где-то Да Они где-то В чем-то Перекликаются Но у них Разное Настроение У них Разная Разный Лейтмотив Если можно Даже так сказать То есть Если Delta Она больше Именно О Вот этом Она конкретно Фокусируется На Вот Попытки Попытки Выиграть Еще один День В уже Проигранной Войне Несмотря На то Что Ваша Личная Жизнь Рушится А Государство Которое Вы же Пытаетесь Спасти Тыкает Вам Все Палки В колеса Все Этой Бюрократии Тягомотиной То есть Оно Больше О персонажах Мне кажется В то время Как Хантеры У них Совсем Другое Настроение То есть Изначально Хантеры Они Это Фанатики Это Виджил Они Изменили Немножечко Фокус Но В The Reckoning То есть Под Старый мир Тьмы Это были Бомжи Фанатики Которые Сражались Из-за То Что Они Верили Они Делали То Что Им Сказал Голос В голове Которые Они Считают Голосом Ангелов Или Еще Чего Нибудь Это По сути О безумцах Игра Hunter The Visual Дает Больше Разнообразия Есть Организации Которые Почти Позволяют Играть В Дельту Так что Если Хочется Можно Играть В Хантеров Но У Дельты Чуть Другое Настроение Пару Тоже Подсуммирую Быстренько В Продаже Вышла Энари По Видимо Будет Обзор Мы Несколько Раз Говорили В Наших Горячих Что Нам Настолько Она Неинтересная Кто Его Знать Может Когда Мы Сделаем Но Пока Что Нет В Списке Того Что Мы Хотели Обозревать Как Мы Много Раз Говорили Что Это Канал Является Нашей Пассией И То Что Нам Не Нравится Мы Не Делаем И Там Коротенькие Такие Когда Можно Самим Писать На Сайт Фанфик По Оно Можно Писать С радостью Почитаю Сделаю Комментарии Украду Все От Вас И Был Вопрос Еще По Блин Вот Я потерял А Потому Что Можно Ли Записываться По Оно И На Игровой Игровую Неделю Оно Как И Всегда Там Нет Мест То Это Не Пришел Хочешь Поводить Пришел Встретился Мы Обсудили Все Ну Там Все Кто Будут Водить Мы Все В одно Время Встретимся И Потом Вы Вводите А И Приносите Фидбэк Вот Это Мне Все Что Мне Нужно Так Что Еще Очень Много Вопросов На самом Деле Я Тебе Задам Вопрос Так Я Его Потерял Уже Но Тут Был Классный Вопрос Извините Я Потерял Никнейм Но Виталий Кем бы был Твой Персонаж В Но Кем Так У меня Уже Есть Там Персонаж Кто Сами Угадайте Нет Ну Серьезно Вот Если Ты Делал Себе Персонаж Я Был Удрешем Играл По-любому Это Вообще Мои Я Был Пью Пью Да Я Был 100% Пью Пью Это Мой Или Пью Пью Или Гавандар Этими Маленькие Да Штучки Вот Да Нам Погремушки Из Гавандара Прислали А У тебя Не было О Хозяин Спрашивает Виталик У тебя Не было Желания Самому Побыть Игроком В Но Нет Потому Что Если Я Сидел За Столом И Кто-то Водил В Но Я Наверное Пристрелился Потому Что Из-за Того Что В голове Мое Все Кто-то Водит И Он Это Видит По-другому И Я Был Сидел Мне Было Наверное Некомфортно Пока Что Я Так Вижу Это Звучит Может Как-то Зажрато Наверное Ну Пока Что Нет Ну Может Когда-то Я Бы Поиграл Пока Что Нет По Кавалерии Аналогичный Вопрос К Саше Я Да Наверное Я бы Поиграл Поскольку В кавалерии Нет Как бы Сеттинга Как такового Да То есть Но Это Сеттинг В первую Очередь Кавалерия Это Игра Поэтому Я бы Поиграл Я бы Хотел Посмотреть Как Другие Люди Пользуются Тем Инструментарием Который Я даю Им Чтобы Для себя Тоже Что-то Понять В плане Разработки Патиков Вечернее В 17 выпуске Горячих Ролевых Виталий Говорил Что Готовится Еще Одна Передача С Виталием И Ваней Еще Одним Вашим Другом Так Вот В чем Вопрос Будет ли Все вопросы По тому Что там Будет В приквеле Дельты И когда Мы будем Играть Когда Мы будем Играть Я еще Не знаю То есть Продолжение Дельты Что там Будет Ну Ребята Приходите На стрим И увидите Но я же Не буду Вам Рассказывать Чем Книга Заканчивается Кукор Безин Спрашивает Ребят Вы не думали Сделать Отдельное Издание Ну а Стартер Кавалерии Для продажи На Костиконе С автографией Для легендарных Билетов Типа Маленький Элитный Тираж Ой Господи Если бы Может на следующий Год Или через год Но так Это невозможно Подготовить Так все Просто так Да Неплохая идея Почему Ну Керат Вопрос от Керат Приветик Ни разу Не играла В ДНД Только смотрела Ваши игры И вот Собралась Нас компания Нубов Которую Я буду вести Есть ли От вас Совет Для новичков Как и я Давай Виталий Ты у нас Самый заслуженный Мастер ДНД Ну я Практически Не водил ДНД Поэтому я Ничего не могу Сыграть Я только играл Я диплом У меня есть диплом Ну Я что Я водил Да я водил Маленькое приключение Когда-то Что нужно знать Если ты водишь ДНД Первый раз Вообще Если ты водишь На остальную ролевую Первый раз Тебе нужно понять Что все пойдет Абсолютно не так Если ты думаешь Что линейная История Которая ты придумала Пойдет Так Как ты думаешь Все равно Игроки придумывают Что-то другое Я тебе советую Самое главное Это перед игрой Перед тем Как вы сядете играть Сесть все вместе И обсудить Атмосферу игры Для того Чтобы вы понимали Во что вы хотите Играть Вы можете Обсудить фильмы Книги Которые вы любите Чтоб попасть В какой-то диапазон Чтоб не было Что один играет В серьезного Леголаса А третий играет В Не знаю В какого-то там Даже не знаю Как это объяснить Какого Какой-то Блин Я не знаю Какой-то Есть какой-то фэнтезийный фильм Который такой Жопно с артирами Чуть У меня почему-то По ДНД Фильмы приходят Есть Есть Your Highness Называется Ну то есть Надо понять Тонкости Вот это вот первое Правила Второстепенные Сейчас кто-то Может меня пристрелит Но эти вещи Нужно сначала Обговорить И понять А фото правила Уже придут Со временем Это такое Так Керган Кем был Хесус До того Как стал вампиром Я думаю Что мы сделаем После компании Мы сделаем Такой Q&A Где Можно будет Поговорить о таких вещах То есть Рассказать про эти вещи Думаю Будет интересно Вы советуете Друг другу Как водить 37 degrees Спрашивает Я думаю Мы не то чтобы советуем Мы наверное Учимся Я думаю Мы прислушиваемся Прислушиваемся Вот мы играем Когда-то Примечаешь себе Какой-то момент Типа О это Классный Или вот О это Интересный персонаж Может я как-то Упережу Да Вот думаю Что-то Где-то Что-то такое Так Ё-моё Тут столько Вопросов Саша Саша Александр Что делать МОQ Ред Вечерняя Кость Как пересадить игроков С ДНД На ОСР Скажи им Что вы играете В ДНД Потому что разницы Ну да Скажи им Что вы играете В ДНД Просто Так Ну да Зачем То есть Там Приключения Ну то есть Там Не в том же Смысл Что Нужно людям Сказать Давай мы будем Играть в ОСР А надо Объяснить Что ты хочешь Играть в классические Наверное Данжон Кроллы Я думаю Я думаю Нужно начать Хорошо Если Ну более Развернутый Вопрос На самом деле Он интересный Потому что Мне кажется Он Опять же Чуть-чуть О другом Он не о том ДНД Или ОСР Или еще О системах Он скорее о том Во что вы хотите Играть То есть ОСР Это Это подход К игре Вы То есть Вы когда Собираетесь С друзьями Я не знаю Мы чаще Когда собираемся Мы говорим О давайте по такой Системе Сыграем Не Давайте По такой Системе Сыграем Мы говорим О ребята Было бы прикольно Сыграть Пиратами Или О было бы Круто Сыграть Ковбоев Или Давайте Сыграем В какой-нибудь Мрачный Детектив Мы решаем Тему Которая Будет Нам Близка И тогда Мы Подбираем Систему И я думаю Что тут Очень было бы Неплохо Вам с друзьями Поговорить О том Во что Вы хотите Поиграть Скажите Им Что вы хотите Играть В такую Летальную Такую Приземленную Игру О Не знаю О бомжах Убийцах Которые Лазят В подземелье Добывают Золото Прожигают Его И Если Люди Собласят Да То есть Если Будет Об этом Интересно То есть Придумайте Придумайте По что Вы будете Играть Придумайте Тему Вашей Игры Придумайте Скажите Какой Сеттинг Хотя бы Это будет И если Игрокам Будет Интересна Тема Этого Сеттинга Если Игрокам Будет Интересна Сама Атмосфера Вашей Игры То вы Можете Просто Сказать Что Давайте Садимся Играть Это Будет Типа ДНД Потому что Old School Revival Это ДНД Ребята Это Просто Старая Редакция Вот И все Тут Я вижу Что Был Вопрос От Алисы Миловановой Что Дельта Грин Напоминает X-Pass Играта Материалы Отчего Они Отпробовали Открещиваться Но не получилось Скажем То Есть Что Есть Игра Которая Можно Поиграть В Сверх Естественных Окей Ладно Если Мы Это Supernatural Это Двое Я Честно Признаюсь Я Видел По-моему Один сезон Их Там Наверное Много Я Даже Не Знаю 11 Ты Видел 11 Витя А Их Больше Я Знаю Что Чувак Ездит На Крутой Машине Да У них Классная Машина Классная Тачка Я Посмотрел Я Понял Как их Братья Кто Они Винчестеры Винчестеры Братья Шотганы Шотганы Братья Винтовки Они Ну то есть Я понимаю Смысл Там Понятно Кроме Фан-сервиса Красивых Мужиков Там Идет Они Играют По-моему Охотниками На демонов На сверхъестественное Мне кажется Что хантеры Могут Кстати Быть Хантеры И Вот этим Вот Прекрасить Чуть-чуть Харизмой Пацанов И стрелять Стоя Несмотря Куда Ты убиваешь И Они Бессмертными Должны быть Потому что Я знаю Что у Супернатуралов Этих Проблема В том Что они Умирают Там Мир заканчивается Но они Все равно Не умирают Да Люди Смотрят Поэтому Нужно оживлять Поэтому Да Хантеры Подойдут На самом деле Как вы Но Черт Ох Хороший Ты Подколол Подколол После 11 Этих Сезонов Супернатуралов Он может Нам Фу Так Будет ли Еще DCC Спрашивает Дикий панда Конечно же Будет Вернемся Я вижу Что Сла Приветствует Нас Это по-моему Парень Мужик Который Со Стейшена Передавал нам Привет Серьезно Большой бугай Серьезно Привет Если так То привет Конечно же У него Какой-то Такой странный Спасибо Кстати Ребятам Из Стейшена За то Что Вспомнили О нас В одном Из своих Видео Передаем Им Сердешный Привет Так Так Фуф Так Что еще Что еще Будем ли мы Играть в Магов Будем Ребята Будет ли Дикий Запад Будет Будут ли Хантеры Может быть Когда-нибудь Хотя бы Видео Ваншот Это сыграем Так Что еще Когда-то Можно будет ли Почитать Лор Но Хоть кусочек Очень интересно Про Мор Хоров Настя Бо Которая Тут В чате Которая Мне помогает Переводить Мы Позавчера По-моему Уже Все сделали До этого И И Мы Скоро Все покажем Да Там Именно Именно Так Не даст Мне соврать Да Так Что ж Я думаю На этом Можно Постепенно Заканчивать Есть Давай Еще Два 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 Вопроса Хорошо О Понеслось Много Так Секундочку Так 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 О О Окей И Блин Столько Классных Вопросов И на Все Хочется Ответить Ну Один Очень Классный Никишев 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 Не знаю Во что Вы Никогда Не будете Играть Есть У тебя Что Точно Во что Ты Точно Не Хочешь Может Быть Тема Или Нет Понятно Что Тем куча Есть Разные Повернутые Глупые Игры Которые На Супер Специфичные Я не знаю Что У меня Есть ли Прям Такое Что Мне Не Хотелось После После По Не Я Думал Точно Может Мне Не Нравится Какие То Я Не Знаю Вот Так Вот Так Вот Я Не Хочу Играть Там Не Знаю Вестерн Или Вот Такое Что У тебя Есть Что Прям Такое Намечается Я Не Хочу Играть В Скучное Мне Я Не Хочу Играть В Игру Которая Имеет Очень Мало Фантазии Но Это Не Игра А Гейм Мастер Который В Ведущем Даже Не В Ведущем А В Тем Людьми С Которыми Вы Играете Не Система Важна Важна История Важна Важна Кто-то Подсказывает Про горничные Да Про горничных Да Мы не будем Играть Еще Один Вопрос И Я думаю Мы можем Заканчивать В конце Что-то Было Так Есть Проблема Раскидываю Статы Создаю Персов Как Избавиться От Такой Привычки Или Это Нормально Даже Не знаю На это Как Ответить Не Создавай Больше Ладно Еще Один Какой-то Чтоб Я Не Чувствовал Как будто Я выбрал Какой-то Странный Вопрос Саша Помоги Я Пока Буду Сам Рекс Хорошо Так Будут ли Гости В наших Компаниях И вообще Вопросы О Гостях И о Ребятах Которые Играли У нас На Новый Год Это Последний Вопрос Будет Это Комплекс Попытаюсь Ответить Которые Играли У нас На Новый Год И Которые Приходят К нам На Эпизоды Будут Ли Они У нас Постоянно Играть Будут Ли Еще Гости Гости У нас Будут Конечно Я Надеюсь Что Мы Уже Довольно Надеюсь Что Скоро Мы Сможем Опять Приглашать Людей На Студию Люди Смогут Приезжать К нам Люди Смогут Играть С нами Ребята Которые Играли С нами На Новый Год Они К сожалению Не С Ужгорода Поэтому Постоянно Они Играть У нас Не Будут Разве Что Переедут В Ужгород Настя Да Мы Смотрим На Тебя И Леха Да И Да Что касается Других Ребят Ну Будут Приходить Конечно По возможности Когда Будет Необходимость Знаете Что Напишите Комментарий На ютубе Кого бы вы Хотели Видеть В гостях Новичайных Гостей На игре Посоветуйте Нам Посоветуйте Нам Кого-то Кого бы вы Хотели Увидеть У нас В студии Кто бы Был бы Прикольный Кто бы Сыграл Б с нами И для Какой игры Например Вы Хотите Увидеть Я не знаю Какого-нибудь Блогера Или Я не знаю Подкастера Которого вы Слушаете Или просто Какого-то В каком-то Облике Хотели бы Увидеть Этих людей То есть Понятное дело Мы будем Игнорировать Абсурдные Комментарии Но Я надеюсь На то Что у нас Комьюнити Такое Хорошее Классное И по свету Нам что-то Интересное Да Мэтт Мерсер Говорит Что он норм Тип Он пока что Он не подходит Нам Всем пока Ребята Любим вас Любим вас Спасибо С подарки Пока Редактор субтитров